всем привет blender 281 и давайте вот этому персонажу теперь сделаем рик именно тело погнали так заходим добавляем кость и находим арматуру single bone находим вот эту функцию object date properties и находим viewport display ставим in front чтобы спереди она была теперь нажимаем edit mode выделяем косточку жмем s уменьшаем с помощью move симметрично ставим ее выше где-то вот тут именно от пупка теперь select box нажимаем наверх кости жмем g немножко его вытягиваем чтобы она до груди вот так вот доходила и жмем е вытягиваем просто тут вот теперь будет вопрос в чем выравниваем все тройка на нампаде смотрим вот это все выделяем и отводим в бок с помощью move где-то вот сюда вот так где-то вот до этого уровня и вот такой вопрос вот здесь шея вот так но спереди ее не видно принципе здесь будет включиться уже тройка на нампаде сейчас я включу вам видимость нажимаем их клавиш select box and панель выделяем верх кости и нажимаем выводим именно шею пригодится и косточку на голову так вот можно искривить еще немножко позвоночник g вот таким образом установить где-то вот так под наклоном чтобы ушло и ставим единицу на нампаде теперь вытягиваем именно вот эти косточки так тут еще джи наверно чуть-чуть пониже опустим вот так и вот эту чуть-чуть делаем побольше это будет шея на шею хватит наверное так джи немножко вот так побольше единица на нампаде и джи немножко подровняем ее потому что нестандартная голова большая посмотрим ключицу уведем в глубь подальше ну словом эксперимент теперь на этом теле теперь е вытягиваем ключицу вот так вот от этой косточки нажимаем на косточку жмем alt p clear parent и теперь выводим руку жмем е и жмем е вот таким вот образом смотрим как тут установилась семерка на нампаде джи все это дело поправляем устанавливаем локоть немножко уводим в бок и плечо немножко уводим в бок от смотрим где у нас ключица вот находится она вот на этом месте принципе пойдет можно ее теперь немножко так вот где тут таком духе вытянуть и джи немножко вот сюда а локоть немножко уменьшить так ставим единицы на нампаде и вот от этих косточек от пояса выводим еще косточки е вот сюда до косточки таза нажимаем на косточку alt p clear parent и вытягиваем теперь нам нужна кость ноги е вытягиваем вот так вот нажимаем на нее alt p родители очищаем джи уводим в бок тройка на нампаде смотрим как все установилась принципе пойдет тут вот еще живот как он себя вести будет можно добавить будет еще одну косточку и связать с этой косточкой чтобы она держала какой-то объем именно живота так теперь тройка на нампаде смотрим что да как вот эту ногу можно чуть-чуть вывести вперед от каркаса и джи вот так вот сделать теперь е выводим вот сюда эту чуть-чуть наверное еще поставим чтобы колено сгибалась колено выведем немножко вперед поближе вот таким образом поставим эту косточку доводим до пятки и е вытягиваем ее вот сюда вот таким вот образом и от этой косточки вытягиваем еще е если нужно чтобы пальцы сгибали то здесь будем делать вот так вот g и еще е где пальцы косточку добавляем но это нам пока не надо будет будем делать чтобы нога была у него именно ровно хотя при ходьбе нужно будет палец ладно оставляем g чуть-чуть уменьшаем вот так вот этой косточки делаем alt p clear parent соединяем и отключаем деформацию вот здесь где косточка деформацию отключаем так смотрим что да как принципе все нормально единица на нампаде все сделано так ну вот тут еще вопрос что нога то здесь чуть в бок уведена вот вы видите выделяем перешив тут эти косточки все и теперь нужно немножко их развернуть английскую нажимаем и g немножко так вводим смотрим единицы на нампаде чтобы колено смотрела куда надо таким вот образом вот так чтобы все было будем смотреть будем экспериментировать единица на нампаде вот эту часть смотрим как она она в принципе находится по ноге вот так ну еще немножко можно развернуть вот сюда к этому пальцу вот так вот так единица на нампаде и колено немножко уводим g вводим в бок вот так вот единица на нампаде теперь вот эту косточку шифтом соединяем вот этой косточкой ctrl-p keep offset вот эту косточку соединяем вот с этой косточкой ctrl-p keep offset а вот эту косточку и тоже так деформация у нее включена она отсоединена и ее нужно тоже соединить с этой косточкой ctrl-p keep offset и еще раз повторяем подстраховываемся keep offset вот эту косточку мы соединили теперь нужны нам именно пальцы пальцы будем делать вот таким вот образом семерка на нампаде ближе подведу покажу чтобы виднее было и вытягиваем косточку е вот сюда вот так косточка е и и вот таким вот образом ctrl-z вот таким вот образом косточки вытягиваем в эти стороны вот так смотрим как они легли в руке вот нужно их теперь немножко посадить ниже это g вот так эту косточку тоже немножко поглубже в руку завести так теперь это g чуть-чуть эту косточку сюда эту сюда вам распределяем как будем делать пальцы по прошлым роликам вытягиваем одну косточку е на весь палец смотрим как она установилась нормально выделяем эту косточку поближе вам опять же подведу вот так арматуру нажимаем и жмем сабдивизии нажимаем вот на это окошко сабдивизии мульти и добавляем еще одну косточку вот теперь тут три и повторяем все то же самое семерка на нампаде выделяем вытягиваем косточку е смотрим чтобы она села опять же палец вот она теперь в пальце нажимаем на косточку жмем арматура жмем сабдивизии и опять же добавляем деление еще одну косточку снимаем выделение с костей ну и этот палец не исключение делаем то же самое смотрим сбоку жмем джи уводим вглубь где-то еще его можно усадить поглубже выделяем вот эту косточку и повторяем сабдивизии и добавляем еще одну косточку выделяем этот палец берем е вытягиваем вот он уже в пальце все нормально смотрим глубину все нормально так выделяем эту косточку и жмем опять сабдивизии и добавляем еще одну куст так пардон тут достаточно две кости это же другой палец сабдивизии все хватит тут будет именно две кости смотрим проверяем чтобы все было в руке чтобы потом не переделывать нажимаем вот на эту косточку единица на нампаде и вытягиваем еще одну косточку и выделяем ее деформацию отключаем alt p clear parent отсоединяем ее и все здесь все готово вот такая штука единица на нампаде все косточки соединены теперь нужно их от зеркалить выделяем все косточки те которые не выделились shift левый щелчок мыши единица на нампаде и жмем shift d дублируем щелчок снимаем выделение и теперь правой рукой мыши нажимаем и находим мир x global зеркалим по иксу отводим в бок вот таким вот образом и представляем чтобы ровно все было опять же все проверяем рассматриваем снимаем выделение и теперь нам нужно идти в режим позы а пардонте еще нужно вот что выделяем вот эту кость и жмем е вытягиваем такую косточку нажимаем на нее alt и clear parent отсоединяем ее и нужно ее немножко углубить и посадить именно в грудь так немножко с единица на нампаде и выводим ее на грудь немножко r английская выкручиваем все это теперь на груди r теперь можно кверху чуть поднять и вот так вот чуть еще лучше ее тоже соединяем вот с этой косточкой control и и пол сет и выделив всю кость единица на нампаде shift d зеркалим по миро x и уводим ее на другую сторону вот сюда все теперь можно заходить именно в режим позы здесь нам нужно назначить инверс кинематик выбираем эту косточку shift вот эту ctrl shift c и жмем инверс кинематик выбираем эту косточку эту ctrl shift c инверс кинематик все нормально все зашибись и теперь вот эти косточки тоже вот эту и вот эту ctrl shift c инверс кинематик все это сделано что нам еще нужно а нужно теперь вот эти косточки объединить с руками это edit mode заходим выбираем эту вот эту вот эту и вот эту кость и последнюю верхнюю эту отсоединенную и жмем ctrl p keep offset соединяем ее повторяем тут с этой стороны то же самое ctrl p keep offset косточки объединены все еще раз просматриваем все нормально и идем опять же снимаем выделение и идем в режим позы назначаем вот этот инверс кинематик именно влияние на три кости поэтому тут здесь добавляем раз два три смотрим как будет работать g так это косточка не объединена сейчас будем опять ее досматривать единица этой косточки ставим тоже влияние три кости и этим тоже по три кости вот таким вот образом жмем g это работает все сгибается а вот кисть не присоединилась заходим в edit mode и повторяем все это дело раз так вот эту костью цвету 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 с этой косточкой control и и это соединена заходим в режим позы и смотрим как все это дело работает тройка на нампаде g вот так вот ноги короткие просто у персонажа попробуем добавить посмотрим как работает на влияние на две кости вот эту вот две кости уже нормально ну и тут поставим тоже на две кости тут поставим смотрим как она работает рука рука работает нормально здесь пусть остается на три кости так вот такой получается персонаж и вот такой каркас сейчас я добавлю кости глаз и мимику лица и потом объединим вот этот вот персонаж полностью и посмотрим как он будет работать и так косточки глаз и косточки лица добавлены опять же все пока по простому без всяких вот дополнений где-то дальше в бок по щеке я не добавлял пока не надо посмотрим как все это дело будет работать так теперь заходим в обжиг мод нажимаем на персонажа потом нажимаем shift на глаз так повторяем персонаж так повторяем персонаж так ну и штаны пока не объединяем они понадобятся потом нам в дальнейшем файл можно именно сохранитель так так save как в ту папку где у вас находится проект надо все это дело сохранить добавить плюс плюс если есть такой же файл с названием и теперь выбираем shift на косточке и жмем ctrl p with automatic widget и так объединение произошло смотрим теперь выбираем косточки и заходим в post mode снимаем выделение так теперь проверяем g рука работает g рука работает файл сей ас добавляем 4 файл смотрим теперь что происходит с ногами нога пошла g вот так все это поднимается так штаны пока отключаем со штанами будет другая история вот так вот все работает вот так эту ногу можно g подтянуть сюда эту руку вот таким вот образом на эту руку вот таким вот образом вот такая поза у кунг-фу панды теперь можно немножко так вот накинуть на эту ногу эту ногу вот так и чуть-чуть вперед вот так и немножко можно даже повыше поднять и немножко вот так вот ноги короткие поэтому вот такой вот у него внешний вид так что тут с этой ногой у нас вот так вот так выравниваем вот такая поза так теперь проверяем что у нас здесь как выглядит внешний вид нормально ну и попробуем как работают глаза так так g глаза работают все прикольно теперь проверяем вот эти косточки так и вот эти вот выбрать надо вот так вот и попробуем это все дело открыть g вот открывается и r вот так вот теперь немножко поднимаем вот эти дуги бровные надо еще косточки добавить или какие-нибудь там квадраты треугольники чтоб виднее было вот так вот раз и немножко глаза вот таким вот образом так теперь скроем кости вар сетка и вот такой вот получился кунг-фу панда ну вот такая информация вот такой вот ролик вот такие кости вот такой вот персонаж все всем пока до свидания